Здравствуйте, дорогие друзья! Последнее время все чаще на БабМеди и, соответственно, во многих других медицинских журналах звучит тема о лечении, об исследовании, да, лечении анаболическими стероидами диабета второго типа. Дорогие друзья, пока мы не начали разбирать данную ситуацию, предложение такого, ну, для некоторых людей экстремальных препаратов использования, да, я сейчас вас попрошу обязательно продвинуть эту тему. Если вам интересны анаболические стероиды, диабет, если вам интересно лечение эндокринных заболеваний или вы просто хотите поддержать мое творчество, пишите мне в комментариях. YouTube, соответственно, продвигает в первую очередь комментарии, ваши подписки, ваши нажатия колокольцев, поэтому давайте, друзья, вместе продвигать полезный контент на YouTube. Итак, дорогие друзья, не хочу говорить о каких-то цифрах, измерениях, если кому интересно мой БабМед и конкретные какие-то исследования, напишите в комментариях, мы их отдельно обсудим. Однако, возможно, внизу под видео в описании я выложу какие-нибудь ссылочки на исследования ПАПМеда, одну-две буквально поищу, мне буквально недавно попадалось, чтобы, соответственно, была возможность у вас изучить эти исследования. Но, действительно, анаболические стероиды, для тех, кто не знает, подразумевается экзогенное введение мужских половых гормонов, то есть форм различных тестостеронов, они помогают нам поглощать глюкозу. И вроде бы, почему бы и нет. Вообще, увеличивают рост мышечной массы, мы можем попутно бороться, если у людей есть избыточный вес повреждения, а может, двигательного аппарата, мы можем его компенсировать ими. Вот. Но здесь есть много тонкостей, много подводных камней. Такие пациенты, которые, соответственно, захотят использовать анаболические стероиды в лечении диабета второго типа, подлежат в первую очередь полному скринингу. Что это значит? Конечно, лучше сделать исследование и брюшной полости. Я бы даже, ну, если это пациент не спортсмен, да, а он просто хочет компенсировать свой второй диабет, я бы сделал конкретно МРТ в бюшной полости. Я бы, соответственно, сделал и МРТ гипофиза перед этим. Вот. То есть, получил прям хорошие данные по мозгу, хорошие данные, соответственно, получил, можно и МРТ мозга сделать, это было бы очень неплохо. Вот. Получил бы хорошие данные по брюшной полости. И дальше достаточно объемный скрининг, затрагивающий липидограмму, затрагивающий реологию крови, экоулограмму. Если это мужчины, конечно же, информацию о предстательном антигене. Если это женщины, то, конечно же, в первую очередь мы должны получить, опять же, информацию подробную, что с яичниками, нет ли уже поликистоза на фоне инсулино-резистентности второго диабета. Вот. Для женщин тоже это очень обоюдоострый меч. Когда мы говорим об анаболических стероидах, потому что, конечно, вопрос о поликистозе встает сразу же. Вот. С другой стороны, есть и женщины, и, соответственно, с удаленными яичниками, индивидуальными историями в анамнезе. Да, все что угодно может встретиться, такое специфическое, что им тоже могут подойти анаболические стероиды. Поэтому мы их, так скажем, полностью не вычеркиваем из списка и продолжаем исследовать. Ну, вот так вот, чтобы вам предоставить исследование врачу, если вы решите лечить диабет анаболическими стероидами, попробовать, по крайней мере, рассмотреть этот вариант. МРТ органов малого таза обязательно предоставить. Обязательно убедиться, нет ли там вообще чего, как и осмотр гинеколога в целом. Вот. Соответственно, второй момент какой? Естественно, использование анаболических стероидов, он, как минимум, тормозит репродуктивную функцию. Поэтому мы здесь не рассматриваем вообще сохранение репродуктивной функции на курсе, в момент лечения анаболическими стероидами. Да, вот. Мы этот момент не рассматриваем. Их можно использовать как форму контрацептива в некоторых ситуациях у женщин, ну и в некоторых ситуациях даже и у мужчин. Но, опять же, каждую ситуацию нужно рассматривать по отдельности. Эффективность данного подхода будет зависеть от комплексной терапии, направленной на использование как гипогликемических средств, так и погашения побочных эффектов, которые будут носить в себя и анаболические стероиды, и некоторые гипогликемические вещества, да, препараты. Вот. Также, соответственно, нужно компенсировать какие-то другие патологические процессы, которые у нас с диабетом и с астероидами будут неизбежно проходить. Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживают в этом вопросе гиперлипидомия и гиперхолестериномия. Вот. Эти процессы и так при инсулинорезистентности вырастают. И, конечно, приемом анаболических стероидов мы это все сильнее провоцируем. Однако, в некоторых случаях, когда эти проявления не ярко выражены, остается возможность к использованию анаболических стероидов. Все же подконтрольно и более часто измерение липидограммы здесь понадобится. Об этом нужно не забывать, дорогие друзья. Если резюмировать мое мнение как эндокринолога, то, соответственно, я вижу более результативным и применимым использование анаболических стероидов у мужчин в качестве профилактики и лечения диабета 2 типа, чем нежели применение именно анаболических стероидов у женщин. Вот. У женщин это сделать гораздо-гораздо сложнее. Но, однако, повторюсь, что ничего не исключаю и, возможно, найдется женщина с анамнезом, который этот вариант лечения будет применим. Но это будет все же более редкий вариант, чем у мужчин гораздо-гораздо и более редкий. Эффекты здесь могут быть более феноменальные, чем у какой-нибудь монотерапии, да? Чисто там на метформении, к примеру. Вот. Потому что задействуется целый каскад эндокринных процессов, которые мы стимулируем, и мы можем выйти в полную ремиссию. Если сочетать с физическими регулярными нагрузками, то мы можем говорить о полной компенсации диабета на курсе анаболических стероидов. И если мы пациента выводим уже, соответственно, в его естественный гормональный фон с его естественным тестостероном, и он получает поддерживающую терапию в виде правильного питания и физических нагрузок, даже без препаратов, может быть, с незначительным использованием биологических активных добавок, то мы можем говорить о том, что мы можем поддерживать эмиссию на протяжении всей жизни пациента. То есть, он не будет рецидивировать в виде роста инсулинорезистентности и прогрессии диабета второго типа дальнейшего. Вот такие вот размышления, дорогие друзья. Повторюсь, что ссылочки на БабМед я вам оставлю. Также можете там поискать. Там есть гораздо больше исследований, чем я вам напишу. И это для того, кому интересно. А для тех, кому, соответственно, интересно смотреть мой канал, я всех призываю подписаться, поставить лайки, подписаться на мой канал, задать мне вопросы в комментариях, что бы вы хотели узнать по поводу лечения диабета второго типа, может быть, темы анаболических стероидов и так далее. С вами был доктор Красов. И да пребудет с вами здоровье! С вами был Игорь Негода.